Давайте рассмотрим еще парочку уравнений с постоянными коэффициентами различных типов, чтобы вспомнить, как поступать в различных ситуациях с различным количеством и кратностью корней, с различным видом корней характеристического уравнения и с различной ситуацией в правой части. Итак, уравнение выглядит так. y' плюс y равняется x плюс синус x. В нашем случае, в данном случае, мы видим составную правую часть, состоящую из двух различных квазимногочленов. Собственно говоря, даже не квази, а обычные многочлены. x – это многочлен первой степени, умноженный на e в степени 0x. То есть здесь у нас с вами показатель у экспонента как бы молчаливо подразумевается равным 0. Ну и синус x – это тоже тригонометрический многочлен первого порядка. Он соответствует ситуации, когда у вас показатель у экспонента содержит множитель i, это, соответственно, косинус x плюс i синус x. То есть вот то, что у нас здесь с вами справа, это тригонометрический многочлен первого порядка с множителем 1 под знаком косинуса и синуса и нулевой действительной части. То есть если у нас с вами для первой части гамма равнялась просто 0, то вот здесь эта гамма, этот показатель у экспонента будет равняться i. Единица равна мнимая часть и нулю равна действительная часть. Вот из этого нужно исходить при отыскании вида того многочлена, который будет у вас выступать в качестве потенциального решения неоднородного уравнения. Ну, давайте начнем, как всегда, с решения уравнения однородного. у2' плюс у равно нулю. Характеристическое уравнение λ2 плюс 1 равняется нулю. Соответственно, два значения λ1 и 2 равны плюс и минус i. А вот этой паре значений λ, естественно, соответствует решению e в степени ix и e в степени минус ix. И если бы мы искали с вами решение без конкретизации, что это за функция получается в качестве решения комплексно-значное или действительно-значное, то, соответственно, общим решением здесь бы у нас с вами просто была линейная комбинация двух этих функций. c1 на e в степени ix плюс c2 на e в степени минус ix. Но поскольку нас все-таки интересуют действительно значные решения уравнения, то мы поступаем по-другому, а именно выделяя действительную мнимую часть, ну, например, у первого решения, с действительной частью решения второго, а именно e в степени минус x, она совпадет дословно, а мнимые части будут различаться только знаком. То есть, соответственно, мы можем с вами в качестве базиса, в качестве фундаментальной системы решений для однородного уравнения выбрать не комплексно-значные функции e в степени ix и e в степени минус ix, а синус и косинус x, то есть действительно мнимую часть этих функций. Соответственно, в этом случае, выбирая константы c1 и c2 действительно, мы получим исключительно действительно значное решение уравнения, к чему мы, собственно говоря, с вами и стремимся. Итак, в таком случае, у у нас с вами будет выглядеть как линейная комбинация c1 косинус x плюс c2 на синус x. Вот это общее решение однородного уравнения. Теперь давайте посмотрим, что у нас с вами получится для уравнения неоднородного. Неоднородное уравнение. Нам придется разбить процедуру отыскания частного решения на две части, поскольку у нас с вами правая часть состоит из разнородных частей, из обычного многочлена и из многочлена тригонометрического. Значит, соответственно, мы с вами по отдельности отыщем частное решение в случае, когда правая часть состоит только из функции x, и отдельно для случая, когда правая часть состоит только из функции синус x. Силу линейности уравнения сумма этих частных решений будет частным решением исходного общего уравнения. Итак, у нас с вами будет тут пункт B'. Решаем уравнение, ну, точнее, не решаем, а отыскиваем частное решение. Уравнение у2' плюс у равняется х. Вот обратите внимание, что в данном случае у нас с вами ситуация нерезонансная, потому что гамма, равная нулю, не является корнем характеристического уравнения. Нерезонансный случай. И, соответственно, частное решение мы с вами ищем ровно в том же виде, в каком представлена правая часть, то есть в виде многочлена первой степени. Многочленом первой степени у нас с вами является функция вот такого вида. Вторая производная у2' будет равна нулю. Ну и, соответственно, в этом случае для отыскания А и Б мы получаем уравнение. Ах плюс Б равняется х. Отсюда А равняется единице, Б равняется нулю. Частное решение, которое мы здесь с вами отыскали, давайте пометим единичкой, будет равно х. Ну, в принципе, здесь, конечно, и так видно, чему будет равно это частное решение. Соответственно, когда вы решаете задачу на экзамене, не усердствуйтесь. Теория, разумеется, если вы что-то можете сделать простым рабоче-крестьянским образом, естественно, это делайте. Не тратите лишний раз силы на какие-то общие методы и процедуры. Они, безусловно, нужны тогда, когда ничем другим не воспользуешься. Но если есть какие-то другие обходные пути, более короткие и ничуть не менее правильно, разумеется, нужно ими пользоваться. Ну и пункт Б2' здесь мы с вами решим, точнее, отыщем частное решение. Для уравнения у2' плюс у равняется синус х. И вот тут мы с вами попадаем в ситуацию резонанса. Значит, частное решение уравнения будет искаться в виде тригонометрического многочлена того же самого порядка, что и справа, а именно порядка 1. Вот х у нас с вами умножен на единичку. Это и есть порядок тригонометрического многочлена. Выше множителя единицы под знаком синуса перед х нет ничего. И, естественно, мы должны умножить с вами этот многочлен на х в той степени, которая соответствует кратности пары корней и и минус и как корней характеристического уравнения. Значит, в таком случае частное решение, здесь мы с вами двойка его можем пометить, будем искать следующим образом. а на косинус х плюс b на синус х, ну и еще на х, на х в первой степени. Ну и теперь просто давайте дифференцировать и подставлять в уравнение. Итак, у' будет у нас с вами равняться а косинус х плюс b синус х. Это производная, я взяла производную от х, соответственно, вся скобка осталась в неприкосновенности. Плюс х умноженной на производную от того, что у нас стоит с вами в скобке. То есть получаем мы минус а синус х плюс b на косинус х. Ну и, соответственно, вторая производная будет выглядеть так. После дифференцирования вот этого слогаемого, вот этой части, точнее, у нас с вами получится равняхонько то, что мы имеем в скобочке множителем при х. Значит, соответственно, сложится у нас с вами здесь дважды эти выражения и получим мы 2, умноженное на минус а синус х плюс b косинус х, ну и плюс х, умноженное на производную того, что стоит в скобке. А здесь мы с вами получим минус а на косинус х минус b на синус х. И вот теперь идем с этими игрок 2 штриха и игроком в исходное уравнение, складываем одно с другим и смотрим, что у нас получается. Подставим теперь то, что у нас получилось в левую часть уравнения. Вот, ну, вы видите, что все то, что у нас содержит х, сейчас прекрасно совершенно сократится. Вот, и слева останется следующее выражение. 2 умножить на минус а синус х плюс b косинус х должно все это равняться синусу х. Вот, ну, отсюда мы получаем, что b должно равняться нулю, и минус 2а должно равняться единице, то есть а равняется минус 1 второй. Значит, таким образом мы получаем, что у частная 2 равняется, значит, а у нас равнялась минус 1 второй, то есть это минус х пополам на косинус х. Ну, и в таком случае ответ будет выглядеть следующим образом. c1 на синус х плюс c2 на косинус х плюс х и минус х пополам на косинус х. Вот это ответ на вопрос задачи, общее решение данного уравнения. Субтитры сделал DimaTorzok